Друзья, здравствуйте! С вами Настя. Сегодня 23 февраля, День Защитника Отечества. На календаре 2022 год, а это значит празднику 100 лет. Какой он, Защитник Отечества в наши дни? Думаю, вы согласитесь, что сегодня Защитники Отечества это не только военные, полицейские, пожарные. Это все те, кто добросовестно выполняет свои обязанности на своем месте. Это и врачи, которые лечат людей, и педагоги, которые учат детей. Все они исполняют свой долг, а значит делают нашу страну сильнее. Давайте зададим несколько вопросов жителям города Конаково касаемо праздника Дня Защитника Отечества. Какими качествами должен обладать Защитник Отечества? В первую очередь, каждый должен любить свою Родину и отвечать за это самостоятельно так, чтобы это было только полезно не только людям, которые близко тебе, а всем, кто живет на этой земле. Чтобы на него можно было положиться обязательно. Сильный духом человек. Мужчина, независимо от того, как он выглядит внешне, но внутренняя вот эта составляющая должна быть, и из него вот прям видна то, что человек надежный. Я думаю, такими, как мой муж. Быть настоящим мужчиной, держать свое слово и всегда стоять широкой спиной за свою семью. Это в первую очередь. Быть добытчиком. Ну, просто мужчиной. Мужество. Должен быть всегда сильный. Должен всегда любить свою Родину. Это, как я считаю. Человек должен быть патриотом. Я думаю, любой мужчина, которого можно назвать Защитником Отечества, должен быть сильным, должен быть добрым. И, конечно, любить тех, кто рядом с ним, свою семью, свою Родину. И весь этот мир. Позитив, оптимизм и силы воли. Как вы думаете, помимо военных, пожарных и полицейских, кого еще можно назвать Защитником Отечества? Любого мужчину, который готов защитить свое Отечество. А женщину? Ну, женщина, в общем, в принципе, это все на женщине и держится. Вот. Женщина всегда защитит своих детей. Это ее Отечество. Детей, внуков обязательно. Поэтому, конечно, мы все защитники в какой-то степени. Ну, сейчас большие герои у нас еще и медики. В такую, так сказать, обстановочку. Большое им спасибо за то, что они делают. Ну, и абсолютно каждый мужчина, который гораст за свою страну, за своих близких, постоять. Защитниками Отечества. Я считаю, каждого гражданина Советского Союза, Советской Родины, своей Родины. Это обязательно. Потому что каждый должен любить то, где он родился, вырос, дети выросли, в школе учились. То есть это все каждый должен благодарить страну за то, что это все получено вовремя. И именно так, как это нужно. Ну, я думаю, любой мужчина, который готов трудную для страны минуту встать на защиту своей семьи, своей Родины, может назвать защитником Отечества. Мужчины, каждый из вас может стать героем нашей страны. Да, я согласна. А как вы думаете, женщин можно назвать защитниками Отечества? Обязательно. Обязательно. Ну, потому что Отечество, наверное, начинается внутри семьи. Поэтому, если женщина думает о своей семье, растит настоящего мужчину, настоящую девушку, которая станет главой семьи и помощницей мужа, так и женщина, тоже защитник Отечества, любая женщина. Тут доказательства есть. Войну, подвиги, женщины шли на уровне с мужчинами, тащили солдата, раненого, ветерана. А врачей, как думаете, можно? Ну, врачи тоже, по всей видимости, да, защитники. Сейчас они так жизни спасают, то, что они, да, молодцы сейчас. Что мы можем пожелать защитникам Отечества? Дорогие наши мужчины, крепкого вам здоровья, любви, веры в себя и то, что все будет у нас хорошо. Но за вашими крепкими спинами. И ощущение, что вы действительно нас защищаете. Маму, сестру, дочку, сына. Настоящий защитник в страну. Чтобы в жизни все было хорошо, не было никаких проблем. И чтобы... Всех благ, счастья. Главное, чтобы их уважали. Самое главное. Потому что они много всего хорошего сделали. Так сказать, если бы не они, то я не знаю, как бы сейчас вообще все обернулось. Вот, поэтому я очень благодарен, уважаю. Да, мы хотим сказать большое спасибо за небо над головой, за хлеб. За свободу. Да, за свободу, это самое главное. Позвелаю всем здоровья, самого настоящего. Чтобы жить, радоваться. И чтобы жизнь вокруг вас именно радовала. И вы ее тоже обязательно обслуживали, радовали. И жили обязательно очень по-доброму. Ну, конечно, здоровья. Побольше радости. Счастливые моменты. То есть, душа должна быть спокойной. Состояние дзена. Самое главное. Ну, я только про здоровье могу сказать. Ну, и достаток. Без денег сейчас похуже. И ни здоровья не будет, и ничего. День защитника Отечества – это важная и значимая дата для всех нас. Это повод вспомнить славное прошлое нашей страны и задуматься над ее будущим. Друзья, команда «Конакова Онлайн» поздравляет вас с 23 февраля. И желаем вам, чтобы все мы были защитниками нашего Отечества каждый день, вне зависимости от пола, возраста и профессии. С вами была Настя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok